Как уже рассказывали новости с колёс, Евросоюз, Япония и США запретили экспортировать люксовые автомобили в Россию. Однако Министерство промышленности и торговли приглашают выйти на отечественный рынок китайских производителей премиума и люкса. Очевидно, первыми среди равных будут автомобили Хунци, то есть Красное Знамя. Эта марка, принадлежащая государственному концерну FAU, хоть и выпускает множество моделей, но известна прежде всего своими автомобилями для китайской партийной элиты. Актуальное флагманское семейство выпускается с 2009 года. Это седаны и лимузины L5, L7 и L9, которые отличаются длиной и оснащением. 6-литровый бензиновый V12 с 6-ступенчатым автоматом или 4-литровый V8 с 8-ступенчатой коробкой, плюс полный привод. Само собой, на бронированном Хунци L9 ездит лично председатель ЦК КПК Си Цзиньпин. В более-менее свободную продажу попадают только младшие седаны L5 длиной 5,5 метров. Правда, у нас эта техника малоизвестна. Вспомним разве что два парадных кабриолета, которые используют с 2015 года Министерство обороны Республики Беларусь. Внедорожников L-серии пока не было, и вот лёд тронулся. Готова новая модель – Хунци LS7. По закрытым презентациям её возили ещё осенью, но только сейчас производитель раскрыл некоторые характеристики и показал общие виды интерьера. Итак, у внедорожного флагмана почти 6 метров длины, огромные задние двери, строго четырёхместная компоновка салона, а также новейший четырёхлитровый V8 отдачей 360 сил под капотом. Вскользь упомянутая рамная конструкция, 25-сантиметровый клиренс и полный привод, но самые интересные подробности остались за скобками. Хотя разглядеть натуральную кожу, лакированный шпон и прочие приметы роскоши можно без подсказок из пресс-релиза. Производство внедорожников Хунци LS7 должно начаться во втором полугодии, а первыми заказчиками станут государственные органы КНР. В плане технологий и оснащения такой SUV теоретически может заинтересовать обеспеченную российскую публику. Но за ним нет шлейфа легендарности, как за Майбахами, Бентли и Роллс-Ройсами, а это для многих важнее всего. Кстати, сама Хунци примерно полгода назад активно изучала наш рынок, но до открытия представительства тогда дело не дошло. Возможно, дойдёт сейчас. Редактор субтитров А.Семкин